На Кубани готовятся к первомайским праздникам. В демонстрациях и парадах примут участие сотни тысяч человек. Для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, правоохранительные органы будут переведены на усиленный вариант внесения службы. Вопросы обеспечения безопасности на пасхальных и майских праздниках обсудили на постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, провел которое губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В совещании приняли участие прокурор Краснодарского края, руководитель следственного управления Кубани, вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств, главы муниципалитета. Совещание прошло в режиме видеоселектора. Начиная с 27 апреля прошу и правительственные органы, и тренирующие перейти на усиленный режим работы, особенно, что касается 1 мая, особенно Пасхи и Радовницы. Все прекрасно, мы уже люди опытные, мы знаем маршруты, вот ту активность населения, которая по этим маршрутам возрастает кратно, вперед в этих праздниках. Поэтому здесь надо продумать еще и организовать беспрепятственные, когда есть людей, беспрепятственные возможности перемещаться, в том числе к местам проведения этих праздничных мероприятий, но и к респирающим безопасность. Самое главное еще – безопасность мест проведения праздничных мероприятий. Обеспечивать безопасность в майские праздники на Кубани будут свыше 14,5 тысяч сотрудников полиции, 560 курсантов Краснодарского университета МВД, 753 сотрудника Росгвардии, свыше 9 тысяч членов общественных объединений, в том числе добровольных казачьих дружин. Все объекты жизнеобеспечения, вокзалы, общественные места, подвалы, чердаки многоквартирных домов будут проверены на антитеррористическую безопасность. На особом контроле сотрудников МЧС и глав районов должны быть популярные места отдыха людей, в том числе у водоемов. В случае ЧС вся необходимая техника должна быть в полной готовности. В Славянском районе в охране общественного порядка в праздничные выходные будет задействован весь личный состав отдела МВД. Сотрудники МЧС и пожарные будут приведены в повышенную готовность. Задача – не допустить возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций, сделать все необходимое для обеспечения общественной и антитеррористической безопасности жителей и гостей района, подчеркнул Роман Сенеговский, подводя итоги совещания. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».